На заседании Бобруйского горсполкома обсудили результаты работы с обращениями граждан за минувший год. Специалисты зафиксировали свыше 2400 предложений, заявлений и жалоб. По каждому вопросу есть ответная реакция и принятое решение. Причём половина касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. На втором месте – архитектура и строительство. Замыкает тройку жилищный фонд. То, что касается асфальтирования дворовых территорий, в этом году выделены средства, благоустройство дворовых территорий, устройство площадок. Это всё мы сделаем. Вроде снос. Рассмотрели здесь и вопросы капитального ремонта. В перспективной программе на 2023-2027 почти 90 домов. Первые в списке на этот год – Ковзана 40 и 50, Островского 54, Советская 84, Минская 105, Октябрьская 136, Орловского 34, Горелика 57, Западная 22, Гагарина 10 и Рокоссовского 58. Если говорить о запросах в ЖЭУ, большинство из них сезонные. Зимой заявки в основном касаются очистки крыш от снега и сосулек, весной – обрезки деревьев, летом – покоса травы, осенью – работы системы отопления. В соответствии с законом обращения подаются в письменном и электронной форме. Также могут излагаться устно в ходе проведения личного приёма. В ЖЭУ-8 за 2022 год было зарегистрировано 104 обращения. Также существует единая служба контакт-центр 115. Статистика показывает, в 2022-м стало меньше обращений, которые касаются МВД, сфер торговли, транспорта и образования. Снизилось и количество вопросов, которые входят в компетенцию органов юстиции. Положительная динамика отмечается и в области социального и пенсионного обеспечения. Специалисты зафиксировали всего 34 таких заявки. Достигнуто значительное снижение количества обращений по вопросам здравоохранения. У нас поступило 20 таких обращений. Годом ранее их было 54. Мы связываем это с тем, что стабилизировалась ситуация эпидемиологическая в Республике Беларусь. Вопросы по 196 административным процедурам берет на себя служба одно окно. Консультации, справки из государственных регистров, кадастров и банков, оформление документов на получение земельного участка и кредита. Здесь нет необходимости обивать пороги разных кабинетов и обзванивать десятки инстанций. На всё про всё уходит до 15 минут. Самые частые запросы – постановка на учёт нуждающихся, реконструкция частных домов с подключением электроотопления и получение различных субсидий. Для удобства клиентов установлена электронная очередь, а также обновлена полностью вся компьютерная техника в службе одно окно. У каждого специалиста новый компьютер, многофункциональное устройство, что позволяет качественно достаточно быстро работать. Ещё одна не менее действенная форма – горячая линия. Жители могут обратиться как в Первомайскую и Ленинскую администрацию, так и напрямую в Бобруйский горсполком. На звонки отвечают по будням с 8 до часу и с 2 до 5. К слову, особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе не раз подчёркивал президент. Будь то отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры в частном секторе или вопросы, связанные с трудоустройством. Ольга Васенда, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.